Всем привет, друзья! Добро пожаловать на самый творческий квинз, посвященный самому долгожданному событию всей творческой молодежи в студенчестве Алтайского края. Это Песта, версия 2.0, Песта онлайн. И, друзья, несмотря на то, что она проходит в режиме диджитал, свои количество заявок она никак не потеряла. Около 700 человек принимают в ней участие, 450 заявок подано, примерно 400 из вузов, почти 50 из вузов. Ну, в общем, огромная такая вот банда творческая собралась всем вместе в начале декабря, чтобы отпраздновать студенческую весну. Ну, как бы это парадоксально не звучало, но мы с вами начинаем наш творческий квиз, друзья! Поехали! Ну что, итак, внимание! Вас ждет 6 раундов с вопросами на темы, связанные, ну, разумеется, с студенчеством, творчеством и Фестой. Полно, полно, полно всякого внутрика, очень много тем, которые вам будут близки и знакомы. И я рекомендую вам сейчас собраться всей своей команды, так же, как и я, надеть свою творческую форму с выступлений и уже полностью окунуться в атмосферу Фесты. Ну что, смотрите, у вас будут все время бланки, вам нужно будет заполнять их и писать туда название команды. У вас есть два пути развития. Вы можете придумать прикольное название своей команды, а можете оставить не менее прикольное название своего коллектива и обязательно писать его в бланк в каждом раунде. Ну, вот лайфхак вам небольшой можете скопировать и все время вставлять, чтобы наши модераторы все время могли видеть, какая команда конкретно пишет им ответ. Вот, поэтому такой лайфхак вам. Продолжаем дальше, друзья. Про призы хочу вам рассказать. Они у нас будут, они для вас есть и выиграть их вы можете в нашем фотоконкурсе. Дополнительную информацию организаторы вам обязательно скинут и итоги конкурса будут уже сегодня, уже в 21.00, кстати говоря, поэтому я рекомендую вам надеть форму. Ну, в общем, не буду спойлерить, все задания будут у организаторов. Ну, а теперь правила нашей интеллектуальной викторины, ну или здесь, друзья, на ваш суд уже отправим. Творческая игра, отвечайте как хотите, применяйте самые креативные знания, но при этом будьте честными, не гуглите, а решайте задачки собственным умом, который у вас есть, креативьте. Если не знаете ответ, ну, бахните наугад, напишите что-нибудь прикольное, вы же творческие люди, вы все можете. И самое главное, что творческим людям тяжело, конечно, соблюдать, но давайте хотя бы здесь постараемся, отправляйте все вовремя, иначе вы рискуете получить 0 баллов и вообще пролететь с этим конкурсом и не занять ничего, а ведь призы вас ждут. Ну что, друзья, такие у нас правила, и переходим уже сразу же к раунду под номером 1, называется он «Пятого недавно». Здесь будет 6 вопросов про историю студенческой весны, у вас будет в каждом вопросе по 4 варианта ответа, выбираем один правильный, 30 секунд, чтобы подумать над каждым из ответов. Здесь, если вы ответите верно, вы получите 1 балл, ну и вопрос в этом раунде мы назовем сначала 6, а потом их еще раз быстренько повторим, чтобы вам было легче сориентироваться. Ну что, раунд номер 1, давайте, студенческая молодежь, поехали, «Пятого недавно» заряжаем. Вопрос под номером 1. В каком году прошел первый краевой фестиваль студенческого творчества «Феста» в Алтайском крае? И вот 4 варианта ответа. А. 1998, Б. 99, В. 2000 и Г. 2004. 30 секунд, отвечаем. Это относится к вопросам по истории «Феста», друзья. Ее мы должны знать, и, возможно, у вас даже есть знакомые, которые были первооткрывателями этого студенческого, молодежного, творческого движения в нашем регионе. Тем временем у вас остается всего лишь 3 секунды отвечать на вопрос, но мы его еще раз, если что, повторим. Вопрос номер 2. В каком городе никогда не проходила «Феста»? А. Бинск, Б. Рубцовск, В. Барнаул и Г. Славгород. 30 секунд, отвечаем на этот вопрос, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже не самые матерые участники «Фесты» могут помнить еще те времена, когда «Феста» проходила в нескольких городах. И когда она еще была, ну, собственно, не вот так вот, как мы сейчас с вами, не онлайн. И вот как раз 3 города здесь указано, в которых «Феста» проходило, а один лишний. Вот и вспоминайте, какой. Итак, вопрос под номером 3. В 2020 году Алтайский край подал максимальное количество заявок на конкурс «Студвесна» онлайн. И вот вопрос. Какое именно количество заявок было подано участниками из нашего региона? А. 155, Б. 1099, В. 221 или Г. 79. Отвечаем на вопрос, друзья. Кстати, безусловно, уверен, что среди этих заявок были заявки и из ваших коллективов, и ваших сольных исполнений. Обязательно, я думаю, там присутствовали. И вот примерно сложите, сколько заявок у нас в Алтайском крае, и прикиньте, сколько было там. Ну так, может быть, это вам поможет. Пять секунд у вас остается, друзья, и мы будем двигаться дальше к вопросу под номером 2. И, точнее, 4. 2 мы уже прошли, это если бы назад пошли. Вопрос номер 4, вот, пожалуйста. В 2014 году в городе Чита прошел международный фестиваль «Студенческая весна», на котором собрались не только молодежь Сибирского федерального округа, но и Казахстана, Китая, Кыргызстана, Индии, Белоруссии, Турции, ну и вообще ряда других стран. Назовите полное название этого мероприятия. А. Сибирская студенческая весна. Б. Студенческая весна стран ШОС. В. Студенческая весна Ассоциации азиатских университетов. Или Г. Студенческая весна Азии. 30 секунд у вас есть. Отвечаем. 14-й год, друзья, всего лишь 6 лет назад. Что же это такое событие? Было великое, грандиозное, прикольное и как оно называлось? 5 секунд у вас остается. И мы переходим к вопросу под номером 5. Итак, какой логотип был использован на 20-й юбилейном краевом фестивале студенческого творчества студенческая весна на Алтае? 20-й юбилейный краевой фестиваль. Перед вами варианты ответа. Отвечаем. Получается такая отсылышка к первому вопросу. В каком году начался? Потом прибавляем 20 лет. И 20-й юбилейный фестиваль. Вот с каким-то из этих логотипов у нас проходил. Итак, 5 секунд у вас остается. И шестой вопрос, он же завершающий в этом раунде. В каком варианте верно указаны 3 коллектива, выступающие в одном творческом направлении? Ну и поехали знакомиться. А. Суаре Психея Нюанс. Б. Прелюдия Сибири Аграция. В. Уна Зум Сенсум. Г. Технопарк Куба Сударушка. Находим здесь 3 коллектива, которые выступают в одном творческом направлении. Вот они подряд написаны. И если они из одного направления, то этот ответ верный. Если хотя бы один выбивается, то, соответственно, мы это не должны писать. 15 секунд у вас осталось. Половина времени позади. Так же, как и наш раунд подходит к концу. Но я напоминаю, что все вопросы я вам быстренько сейчас повторю, чтобы освежить в памяти. И если что, что-то так же скоренько исправить. Ну что, шестой вопрос подошел к концу. Мы их быренько повторяем. Смотрим. В каком году прошел первый краевой фестиваль студенческого творчества «Феста» в Алтайском крае? Вот варианты ответа перед вами. В каком городе никогда не проходила «Феста»? Вопрос. Какое количество заявок было подано от Алтайского края на Студ Весну Онлайн в 2020 году? Вопрос. Как называлось мероприятие, которое проходило в 2014 году в Чите с огромным количеством иностранных гостей? Вопрос номер 5. 20-й юбилейный краевой фестиваль студенческого творчества «Студ Весна» на Алтае. Какой логотип был у нее? И, пожалуйста, вопрос номер 6. Назовите вариант, в котором три коллектива участвуют в одном творческом направлении. Вот такие вопросы, друзья, были для вас. 30 секунд, чтобы отправить бланки. Обязательно делайте это. Время уже идет. Просто записали все ответы, отправили. Если не успеете, то все, 0 баллов. Это будет не очень хорошо. Поэтому постарайтесь, подумайте, заполните скорее все. И сразу же кнопочку «Отправить» нажимайте. Также не забывайте писать название своей команды, что крайне важно делать в каждом раунде. 10 секунд у вас остается. Поторопитесь. Уже, друзья, осталось 5. Уже пора отправить. Если будет 0, то столько баллов вы и получите. Все, больше ответа не принимаются. Надеюсь, вы успели. Ну, а теперь самая приятная процедура, которая может быть в нашем квизе. Мы узнаем правильные ответы на каждый из вопросов. Ведь квиз это не только возможность проверить свои знания, но еще их и получить. Поэтому поехали. Первый вопрос. Когда же началась-то у нас феста в Алтайском крае? Друзья мои, это 98-й год. Это 22 года назад было. Ну что, идем дальше. Вопрос под номером 2. В каком городе никогда не проходила феста? Это город Славгород. Да, Би, Скрупцовский, Барнаул принимали фесту. В отличие от города Славгорода и ряда других городов Алтайского края, разумеется. Вопрос под номером 3. 3. Сколько заявок подал Алтайский край в 2020 году на Студ Весну Онлайн? 221 заявка. И, кстати, дорогие друзья, некоторые из них даже приняли участие в РСВ-шоу. Если что, можете посмотреть и освежить это в памяти. Вопрос под номером 4. Что же за событие проходило в Чите в 2014 году? Студенческая весна стран Шосс. Именно так называлось это событие, где было очень много иностранных гостей. Пятый вопрос. Какой логотип на 20-м юбилейном краевом фестивале студенческого творчества Студенческая весна на Алтае использовался? Да, Студ Весна на Алтае. Феса 2017. Именно тогда был 20-й. Пожалуйста. Выглядел он таким образом. Правильный вариант Б. И вопрос под номером 6. В каком варианте верно указаны 3 коллектива, выступающие в одном творческом направлении? Это технопарк Куба Сударушка. Все это танцоры. Это их творческое направление. Это танцы. Ну что, это был первый раунд. Поздравляю, вы с ним, я думаю, потрясающе справились. Если вы всегда были знакомы с творчеством и историей фесты, то так или иначе вы смогли там на все ответить. Ну что, идем дальше. Есть возможность получить новые баллы. Раунд номер 2. Это та самая песня с фесты. Ну вот тот самый раунд, когда вы будете включать и вспоминать, когда вы слышали эту песню на фесте. Здесь мы загадали 6 песен из выступлений на фесте разных лет. Ваша задача послушать отрывки из этих песен и угадать исполнителей оригинала этих песен. То есть вы будете слушать, их поет кто-то другой. Вам нужно назвать исполнителя оригинала. И за такую сложность мы начисляем вам сразу 2 балла, друзья. Вопросы в этом раунде не повторяются, они музыкальны. Ну что, певцы, вот для вас этот раунд попробуй не подпевать. Раунд номер 2. Это та самая песня с фесты. Мы начинаем. Поехали. Вопрос один. Назовите исполнителя оригинала. Слушаем. Поехали. Поехали. Итак, друзья, время вышло. Напоминаю, нужно назвать исполнителя оригинала ровно так же, как и во втором вопросе и в последующих. 30 секунд слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Для оригинала. Четвертый вопрос на очереди. Те же самые задания. Назовите исполнителя оригинала. Слушаем. Ты стояла у воды, провожая корабли, Только тихий плач волны не давал покоя. Он оставил лишь цветы, Те, что так любила ты, И забрав с собой мечты, Предал, выбрав дно. Послушали четвертую композицию, переходим к пятой. Также называем исполнителя оригинала. Поехали. И когда ты скажешь прощай, Я увижу потерянный рай, Я услышу в нем улетающих птиц. Я возьму краски, я возьму холст, Я налью вина и скажу тост, И смахну пыль, Сложу в теших страниц. И шестой вопрос, который завершает этот раунд. Слушаем. Слушаем. Напоминаю, в каждом из этих вопросов было задание Назвать исполнителя оригинала. Время у вас уже, дорогие друзья, идет. 30 секунд есть, чтобы отправить свои бланки. Отправляйте их нам. Отправляйте кнопочку «Отправить». Мы их примем. Модератор обязательно их проверит. Тем временем у вас остается 15 секунд, чтобы это сделать, дорогие друзья. Скорее жмите кнопочку. Отправляйте, заполняйте. Но я думаю, что вам, как творческим людям, было совсем несложно разобраться с этими композициями. И вы наверняка узнали и людей, которые исполняли их в нашем варианте, и знаете исполнителей оригинала этих песен. Ну что, давайте обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Все, время. Больше заявки ваши на ответы не принимаются. А теперь мы их вам озвучим. Что же было правильно, за что можно было получить 2 балла в этом раунде. Поехали. Вопрос первый. Здесь был Сергей Лазарев, друзья. Это был верный ответ. Идем дальше. Вопрос под номером 2. Певица Адель. Третий вопрос. Кого мы загадали вам здесь? Это Дэвид Гуэта. Фит Си. Вот такая вот у нас должна была быть пара в ответе. Четвертый вопрос. Здесь, конечно же, Евгений Трофимов со своей собственной песней, которая называется «Корабли». Сам написал, сам спел, сам исполнитель оригинала. Вопрос номер 5, друзья. Здесь ответ Александр Иванов и Владимир Пресняков. Именно этот дуэт исполнил ту композицию, которую вы слышали в пятом вопросе. И завершаем шестой вопрос. Но здесь, конечно же, Amazing Dragons с песней Believer, которую вы наверняка все знаете. Это был второй раунд. Вы с ним тоже потрясающе справились. Давайте набираемся сил. Переходим к раунду под номером 3. Это раунд Blitz. И после него у нас будет небольшой пятиминутный перерыв. Поэтому сейчас всю свою мозговую активность вот так вот направляем на него. Поехали. Правило этого раунда. Вас ждет 4 мини-темы по 4 вопроса. 20 секунд на каждый вопрос у вас будет в рейк. За каждый первый вопрос в теме вы можете получить 1 балл. За каждый второй 2 балла. Ну и так дальше. За третий 3. За четвертый, соответственно, 4. Если вы ничего не напишите, то есть оставите пустую клетку, это будет 0 баллов. Вопросы здесь не повторяются. Но я вам буду напоминать, сколько стоит каждый из вопросов, чтобы вы могли четко сориентироваться в этом пространстве. Раунд номер 3. Blitz. Мы начинаем, друзья. Поехали. Тема номер 1. Я смотрел это про творчество. Значит, здесь ваши ответы будут так или иначе связаны с тем, что мы написали вам на экранах. Я смотрел это про творчество. Ну вы творчески, вы поймете. Ладно, поехали. Вопрос номер 1. Угадайте фильм по кадру. 20 секунд есть. 1 балл можете получить. Поехали. 5 секунд остается. 1 балл стоит вопрос. Идем дальше. Также тема 1. Те же самые ответы. Вопрос 2. 2 балла вы получаете. Угадайте фильм по кадру. Те же самые задания. Здесь экспресс. Ответики должны быть от вас. Быстренько отгадываем. Быстренько вписываем. И продолжаем игру. 2 балла стоит этот вопрос. Идем дальше. Третий вопрос. Угадайте фильм по кадру. 3 балла можете за него получить. Кстати, знаете, задумался. Было бы прикольно, да, если бы художники принимали участие в песне. Тресуют и их отцепят. Интересно. Идем дальше. И 4 балла за то, что вы отгадаете этот фильм. Поехали. 5 секунд остается. Итак, друзья, тема номер 1 закончилась. Вы должны отправить сейчас свои бланки. У вас уже 30 секунд есть. 4 ответика. Все, отправляйте. И тема «Я смотрел это про творчество». Ну, подошла к своему завершению. Здесь мы отгадывали фильмы. Я думаю, вы, как творческие люди, должны каждый из этих фильмов знать. Ну, либо, как минимум, должны будете посмотреть. В конце мы назовем вам ответы. Записывайте название фильмов. И потом на досуге уже включайте. И подчет. Ровно как и сейчас вы проходите этот квиз. Можете посмотреть. Все, друзья. Надо было отправить. Я думаю, вы успели. А теперь идем дальше. Тема номер 2. Города всероссийской фесты. Ну, здесь понятно, о чем будет речь. Поехали. Вопрос номер 1. Один балл. Здесь 28-й всероссийский фестиваль. Российская студенческая весна. Весна победы. В 2020 году прошел в этом городе с двумя дефисами в названии. Отвечаем. Один балл. Что ж, разобрались с вопросом за один балл. Идем дальше. Вопрос номер 2. Два балла. В этом городе студвесна прошла в 2012 году. А в следующем году на его территории упал знаменитый метеорит. Поехали. 10 секунд у вас остается. Поторопитесь. Ну, метеорит. Ну, здесь же все понятно. Идем дальше. Значит, 3 балла за третий вопрос. Этот город студвесны 2015 воспела группа «Мумий и тролль» на рубеже 19 и 20 веков. Отвечаем. Потом, примерно после «Мумий и тролль» это сделал еще и центральный банк, выпустив купюру примерно с таким же названием «Композиции». Идем дальше, друзья. 4 балла за этот вопрос. Всероссийская студенческая весна 2010 года прошла в этом городе столице одной из республик. Название этого города переводится как «Подкова», потому что он располагается в центре гор. 20 секунд у вас есть. 5 секунд у вас остается. И вновь 30 секунд, чтобы отправить свои бланки, друзья. Заполняем ответы. Вспоминаем, что там было. Если вы, конечно, можете вспомнить или записывали. И отвечать на вопросы. Это были города Всероссийской студвесны. Здесь вы отвечали на вопросы про них. Вспоминали, где проходила она. Что там было. 10 секунд у вас остается, чтобы отправить бланк и получить баллы за этот раунд, за эту тему. Пожалуйста, нажимайте, уже отправляйте. Все, время вышло. Идем дальше. Тема номер 3. Называется она так. «Ведущие творческих шоу». Поехали. Будем отгадывать шоу по ведущим. Вот угадайте шоу по ведущим. Пожалуйста. Это один балл для вас. Уже 15 секунд остается. Отгадываем. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. 2 балла. Угадайте шоу по вот этому ведущему. Идем дальше. Угадайте шоу по ведущему вот этому. 15 секунд у вас остается. 3 балла вы можете получить за этот вопрос. И четвертый вопрос за 4 балла. Внимание, угадайте шоу по ведущему вот такому. 5 секунд у вас остается. И все. Мы разобрались с ведущими творческих шоу. 30 секунд. Отправляйте свои ответы. Ну а пока есть время, друзья. Хочу вам искренне, каждому из вас пожелать, чтобы ваше творчество не стояло на месте. И вы обязательно потом оказались на одном из крутых, популярных шоу. И блеснули там своим талантом. И прославили себя, наш регион, свой коллектив. Ну и вообще все, что вы хотите прославить. Тем временем 5 секунд. Чтобы отправить бланки. Нажимаем кнопочку отправить. И сидим спокойно, переходим к теме под номером 4. Тема номер 4. Матрица АМ. АМ. Алтай молодой. Здесь объяснил. Что значит матрица АМ? Значит в ответе на наш вопрос в слове будет содержаться две буквы последовательно. АМ. Ну например слово рама. Здесь есть АМ рядом. Ну примерно так же будет и в ваших ответах на вопросы, которые мы будем задавать в этой теме. Ну что, поехали. Тема номер 4. Вопрос 1. Один балл стоит. Этот политик совсем не умеет признавать поражение. Надеемся, что победа в нашем квизе будет честной. 20 секунд. Второй вопрос. Стоит он 2 балла. Эта разновидность кварца высоко ценится как коллекционный минерал. Поехали. Третий вопрос. 3, 2, 1. И переходим к завершающему этот раунд вопросу. Это слово обозначает недавний временной промежуток и очень нравится Леониду Парфенову. 4 балла стоит этот вопрос. Отвечаем на него. Ну а если вы смотрите эту программу на ютубе, а возможно ваши родители смотрели раньше по телевизору, то вы точно сможете получить эти самые баллы. Итак, друзья, все, время подошло к концу. Есть 30 секунд, чтобы отправить свои бланки. Вопросы вы, возможно, так или иначе помните. Вбивайте ответы поскорее. Отправляйте нам. Мы с модераторами уже примем все ваши ответы, оценим их и определим победителя этого раунда. А потом на основе всех раундов выберем победителя всего нашего творческого квиза. Но я напоминаю, что здесь можно отвечать прикольными ответами. Нам будет приятно это все почитать. Мы, если что, даже потом поделимся. Три, две, одна. Все, друзья, время вышло. Больше мы не принимаем ваши ответы, а рассказываем правильные. Поехали. Я смотрел это про творчество. Тема номер один. Отгадывали с вами фильмы. Поехали. Первый. Это фильм «Шаг вперед». Думаю, все его узнали. Второе. «Мулин Руж». «Большие глаза». Такой фильм был загадан. И четвертое. «Жизнь в розовом цвете». Идем дальше. Тема номер два. «Города всероссийские фесты». Первый ответ. «Ростов-на-Дону». Второй. «Челябинск». «Метеорит». Ну, помните. Третий. «Владивосток». «Владивосток 2000». И четвертый вариант. Это город Нальчик. Тема номер три. «Ведущие творческих шоу». Какие творческие шоу мы загадывали? «Голос». «Угадай мелодию». «Танцы со звездами». И «Минута славы». Вот такие были шоу загаданы. И тема номер четыре. «Матрица АМ». Все, как и обещали, в ответе есть АМ. Поехали. Первый. «Дональд Трамп АМ». Второй. «Аметист АМ». Третий. «Гамбит». Ну, здесь тоже понятно. И четвертый. «Намедни». Тоже есть АМ, друзья. Это был раунд под номером три. Сейчас мы с вами отправляемся на небольшой пятиминутный перерыв, чтобы перезагрузиться, освежить свои и проветрить мозги. Ну и снова начать заниматься кайфовой и прикольной работой в нашем квизе, друзья. Пять минуточек, и мы вернемся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 итак друзья двигаемся далее вопрос под номером 2 здесь что-то фотографируют что или кого скрывает черный прямоугольник 25 секунд у вас уже осталось наверное если эти ребята снова участвуют вести они наверняка знают ответ на вопрос если вы с ними знакомы можете прямо сейчас звонить ему спрашивать у вас есть еще пять секунд чтобы успеть это сделать но все друзья увы время подошло концу это был вопрос номер два теперь переходим к третьему что или кого скрывает черный прямоугольник на этом изображении обычно так нравится формулировка вопроса что или кого любопытно кого она могла поднять вот так вот вверх и всем презентовать было бы прикольно если она действительно держит сейчас своего партнера либо коллегу по танцу что друзья двигаемся дальше вопрос под номером 4 что или кого скрывает черный прямоугольник на этом изображении отвечаем там кстати маличка по моему даже видно с краю кого именно скрывает черный прямоугольник ну если что друзья подсказка здесь точно кого торчит рука из-за черного треугольника который обнимает девочку по ней я думаю вы тоже сможете догадаться пять секунд у вас остается и будем двигаться дальше вопрос под номером 5 что или кого скрывает черный прямоугольник отвечаем 15 секунд у вас остается и друзья мои 3 2 1 время подошло концу вопрос номер 6 что или кого скрывает черный прямоугольник напоминаю что вопросы в этом раунде стоят 2 балла если вы ответите на них верно и этот шестой вопрос он этот раунд завершает впереди у нас еще два других раунда в которых вы можете получить большое количество баллов и выиграть наши призы итак друзья этот раунд подошел концу 30 секунд чтобы отправить все свои бланки нажимаем кнопочку отправить они отправляются мы это видим мы радуемся вы радуетесь и получаете за это баллы если не успеваете получаете 0 вы не радуетесь а мы хотим чтобы вы радовались поэтому друзья нажимайте отправляйте будем счастливы все вместе 10 секунд у вас остается успевайте дописать то что вы там себе на придумывали кстати дать творческое задание могли вообще просто придумать что вы нам спрятать это было вообще прикольно и так время вышло все ответы мы приняли теперь давайте смотреть что же там было на самом деле поехали вопрос номер один здесь у нас аккордеон баян но здесь вот мы решили дать вам возможность написать этот этот вариант чтобы ну не совсем уж докапываться написали баян ладно аккордеон пожалуйста вопрос номер два ребенка здесь фотка ребеночка вот под этим маленьким черненьким квадратиком спрятался этот маленький маленький ребеночек мальчик с пальчик такой вопрос под номером 3 пожалуйста друзья каравай хлеб ну не было партнер по танцу но каравай и хлеб тоже хорошо дальше идет вопрос под номером 4 екатерина викторовна читошникова здесь награждает одного из победителей веса как мы видим по направлению журналистика именно она была скрыта под черным прямоугольником вопрос номер 5 губин губин держал наш дорогой друг в образе шамана и вопрос под номером 6 здесь мы вскрыли огромного серо-бурого медведя вот такой вот красавчик был на сцене на во время одному из выступлений песты ну что двигаемся дальше раунд под номером 5 называется он бой идут одни знатоки здесь припишем знатоки тесты что потому что вы здесь и все таковыми являетесь вопросы будут как у настоящих знатоков но по крайней мере практически в этом раунде вопросы на логику мы загадали название коллективов студенческой весны на алтае а вот внутри ки прикольно до 6 вопросов одна минута чтобы подумать над каждым из них и в случае верного ответа вы получите 2 балла но здесь мы как в спорте решили еще сделать ставки вы можете сделать ставку удвоением если вы ответите верно то вы получите 2 балла за ответ и еще 2 балла сверху как ставку но если вы сделали ставку ответили неверно то эти ставочные 2 балла у вас будут вычитаться поэтому делайте ставку с умом и когда захотите раунд номер пять в бой идут одни знатоки тесты поехали поехали первый вопрос звучит он так это слово стало нашим постоянным спутником в 2020 году а театральный коллектив с названием из этого слова был многократным лауреатом второй степени прошлогодней студенческой весны на алтае время у вас одна минута и она пошла прямо сейчас а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот он, художник Франциско Гоя писал, что она – мать искусства и источник его чудес. Танцевальный коллектив «Она» соответствует своему названию и показывает креативные и яркие номера. Время – одна минута. Думай! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Закончили со вторым вопросом, переходим к вопросу третьему. Пожалуй, самая известная «Она» постоянно подвергается атакам Сильвестра. Ансамбль «Она» стал лауреатом первой степени на фесте в 2019 году. Минута есть, отвечаем! «Она» стал лауреатом первой степени на фесте в 2019 году. Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к четвертому вопросу. Он большой, поэтому слушайте его внимательно и запоминайте. В университете Торонто разработали приложение, позволяющее измерить определенный показатель по двухминутному видеоселфи. Этот же показатель дал название коллективу, многократному призеру фесты, который точно знает толк в селфи и других фотографиях. Напишите это название. Субтитры сделал DimaTorzok И у нас пятый вопрос. В Таллиннском музее здравоохранения можно трогать большинство экспонатов, и лишь один запрещающий знак не разрешает использовать ее в качестве лестницы. Она, что логично, дала название хореографическому коллективу участнику фесты. Назовите ее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И шестой вопрос, который завершает этот раунд, звучит так. В Куринском районе Алтайского края есть деревня, в которой, по меткому замечанию журналистов, это каждый день и даже зимой. Это и название этой деревни, и коллектив вокалистов студенческой весны. Какие два слова мы заменили словом «это»? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, мы сейчас быстренько повторяем вопросы для вас, чтобы вы могли освежить их в памяти. Поехали! Это слово стало нашим постоянным спутником в 2020 году, также так называется один из театральных коллективов. Идем дальше. Вопрос под номером 2. Франциско Гоя говорил, она мать искусства, источник его чудес. И танцевальный коллектив тоже есть она. Идем дальше. Вопрос номер 3. Она подвергается атакам Сильвестра. И такой же есть ансамбль «Она», лауреат первой степени на фесте в 2019 году, кстати. Вопрос под номером 4. Показатель дал название коллективу многократному призеру фесты, который точно знает толк в селфи и других фотографиях. Вот вам намек, отвечайте. Вопрос под номером 5. Знак в Таллиннском музее здравоохранения не разрешает использовать ее как лестницу, но она, что логично, дала название фореграфическому коллективу участнику фесты. Вот так вот. И шестой вопрос. Где-то в деревне в Куринском районе это каждый день. Это и название деревни, и коллектив вокалистов студенческой весны. Вот такие вопросы, друзья, мы вам придумали. У вас осталось 30 секунд, чтобы отправить свои ответы. Бланки у вас уже открыты, я считаю, наверняка. Заполняйте скорее туда все, что вы придумали, либо вы уже заполнили. Тогда жмите кнопку «Отправить». Ведь у вас остается всего лишь 15 секунд, чтобы это сделать. Скорее, друзья, успевайте. Нажимайте кнопочку «Отправить». Мы принимаем, считаем. Не забывайте еще про ставки. И вы можете их тоже делать. Плюс два, плюс два, плюс два. Но используйте их с умом. Три, две, одна. Время подошло к концу. И мы больше не принимаем ваши ответы, а говорим правильные. Давайте с ними познакомимся. Ну, интересно, ведь, да, какие параллели мы провели с названиями коллективов. Это слово стало нашим постоянным спутником в 2020 году. А театральный коллектив с названием из этого слова был многократным лауреатом второй степени прошлогодней студенческой весны на Алтае. Друзья, и правильный ответ – маска. Именно этот коллектив был загадан здесь. Ну и маска у нас наш постоянный спутник в 2020 году. Вопрос номер два. Она – мать искусства, источник его чудес. Танцевальный коллектив «Она» соответствует своему названию и показывает креативные и яркие номера. Здесь речь идет о фантазии. Да, Франциско Гоя был действительно прав. Фантазия у нас, танцевальный коллектив, очень креативный и яркий. Идем дальше. Вопрос под номером три. Самая известная «Она» постоянно подвергается атакам Сильвестра. Ансамбль «Она» стал лауреатом первой степени на Фесте в 2019 году. Здесь речь идет о канарейке. Вот так вот. Канарейка. Такой ответ был в вопросе номер три. Четвертый вопрос. В Университете Торонто разработали приложение, позволяющее измерить определенный показатель по двухминутному видеоселфи. Этот же показатель дал название коллективу многократному призеру Фесты, который точно знает толк в селфи и других фотографиях. Назовите это название. Пульс. Да, друзья, разумеется, здесь речь идет о Пульсе, который действительно знают толк в фотографиях. В Сталинском музее здравоохранения можно трогать большинство экспонатов и лишь один под запретом. Нельзя использовать его как лестницу. А также «Она», что логично, дала название кариографическому коллективу участнику Фесты. Назовите ее. Это ДНК. Такой танцевальный коллектив есть в числе участников Фесты. И шестой вопрос. Ну, наконец-то. Какая же деревня? Это. Какие два слова мы заменили здесь просто словом «это». Давайте посмотрим. Восьмое марта. Да, друзья, действительно, есть такая деревня, есть такой коллектив вокалистов. Восьмое марта. Вот так вот, друзья. Это был раунд под номером пять. Мы с вами играли в знатоков Фесты. А теперь раунд номер шесть. Называется он «Математичные фильмы». Многие вообще считают, что артисты не дружат с математикой, что артисты – это в основном гуманитарии. А вот мы убеждены в том, что это не так. Поэтому в финальном раунде предлагаем вам немножко посчитать. Ну, чтобы не так банально, не так сложно, как на математике, а наоборот креативно и творчески. Здесь мы загадали шесть математических примеров, использовав фильмы с числом в названии. То есть в названии фильма есть какая-то цифра, либо число. Ваша задача – вспомнить число из названия фильма и решить пример, который мы вам предлагаем. В ответе вы пишете число, результат ваших вычислений. То есть вы решили пример, после равно получилось какое-то число. Именно это число вы должны будете написать в бланк. Здесь одна минута на обсуждение каждого фильма и примера. Но здесь не ЕГЭ, все-таки мы даем вам больше времени. И два балла за верный ответ. Вопросы мы здесь, если что, вам, друзья, повторим. Шестой раунд. Математичные фильмы. Поехали. Ну что, вопрос первый, друзья. Внимание на экран. Вот так он выглядит. Минута у вас уже стартует. И поехали отгадывать. Семь умножить на число из названий фильма, который вы видите. И потом все это возвести в третью степень. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, вопрос под номером два. Снова математический пример. Внимание сюда. Вспомните число из названий фильмов и решите его. Время уже идет. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вопрос номер три, дорогие друзья. Вот снова картинки перед вами. Вычисляем здесь все и пишем ответ, который будет после равно. Субтитры сделал DimaTorzok Что, друзья, тяжело? Ну а что вы хотели? Шестой раунд, два балла на кону за каждый вопрос. Надо пораскинуть мозгами. Вопрос номер четыре у вас на экранах. Отвечаем на него и пишем правильный ответ в бланке. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, еще два вопроса впереди. Вот, кстати, пришли корневые выражения. Пятый вопрос. Отвечаем здесь и пишем правильные ответы в свои бланки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот он, заключительный вопрос нашего квиза, друзья. Здесь обязательно вложить все свои мозговые усилия и ответить на этот вопрос правильно, а потом можно будет выдохнуть. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, как принято в школе, перепроверяем с вами, перед тем, как сдать это все учительнице на проверку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! Повторяем вопросы. Это был вопрос номер один. Так, почитайте еще раз. Ну, все, я думаю, сошлось. Вопрос номер два перед вами. Проверили, идем дальше. Вопрос номер три. Здесь у нас скобочки, минус и степень. Четвертый вопрос на очереди. Здесь все было проще, чем когда-либо. Вопрос номер пять. Вот, долгожданный корень появился. Умножаем, делим. И теперь вопрос под номером шесть. Он был финальным, завершающим. И я думаю, вы с ним справились, друзья. Тридцать секунд у вас есть. Отправляем свой крайний бланк. И все, на этом ваш квиз подойдет к концу. Вы сможете спокойно выдохнуть. И все, что от вас зависело, вы уже сделали. Останется только ждать результатов. Спокойно, размеренно. И получить их, как снег на голову, обрадоваться, возможно, своей победе. Ну, а, возможно, ну, просто чему-то другому. Порадоваться за тех людей, которые победили, если это сделали не вы. Пять секунд остается. Нажимаем кнопочку отправить. Мы это все принимаем. Просматриваем. Редактируем. Прорабатываем. И все. Ну что, друзья. На этом ваше участие в квизе, как я сказал, подошло к концу. И теперь смотрим правильные ответы на наш математический раунд. Внимание. Вопрос номер один. Правильный ответ 2744. Если бы вы возвели это все в третью степень. Там число 14 получается, потому что 20 свала. И возводите в третью степень. Пожалуйста, вот такая вот огромная показатель такой. Вопрос номер два, друзья. Дальше идем. 12 стульев здесь был в фильм загадан. Космическая DCA 2001. И здесь результат 2769. Вопрос под номером три. Идем к нему. Итак, друзья. 1917. Белоснежка и семь гномов. А здесь ответ 3969. Четвертый вопрос. Астерикс. 12 подвигов Астерикса в мультфильм. И 10 причин моей ненависти. Там был слегкий пример. 102 здесь ответ. Вопрос под номером пять. Тот самый, который был с корнем. Здесь по девять везде. Район номер девять и девять ярдов. И ответ тоже получился, друзья мои, девять. Вот так вот интересно был сформирован этот вопрос. И шестой. Здесь 1408. И Люди Икс. Первый класс. 1258. Хотя многие музыканты могут знать первый класс не по людям. Икс. Далеко. Что ж, друзья. Это был самый творческий квиз для вас. Для самых творческих студентов Алтайского края. Который принимает участие в FESTE. Совсем скоро вы узнаете результаты нашего квиза. Но я прекрасно понимаю, что вы переживаете гораздо больше за результаты на FESTE. И в этом мы искренне желаем вам успехов и удачи. Пусть вы обязательно победите. Ну и продолжайте радовать нас дальше своими потрясающими, энергичными, смысловыми и всякими-всякими прочими номерами, которые мы очень любим смотреть. Как и на сцене, так и в онлайн. Поверьте, это просто так не проходит. Всем успехов на FESTE. Был рад находиться сейчас вместе с вами. А еще рад вместе с вами в этой FESTE участвовать. Все, ребята. Спасибо вам большое. Успехов, удачи. Всем счастливо.